Радио Лемма. Все очевидно. 102 и 7 FM. Неделя, месяц, полгода. Сколько вот? Ну, вообще маршруты рассчитаны на определенные промежутки, то есть нельзя прям выбрать количество дней. Да, в основном они рассчитаны, там, 8 дней, 10 дней, 12. Ну, не меньше недели, это точно. Круиз, который мы разыгрываем, он идет на 7 ночей, 8 дней. На неделю, как бы, это, да, классический вариант для Европы. Тем более, ну, для нас, дальневосточников, это в любом случае долететь, да, допустим, до Барселоны. После круиза еще можно поехать куда-нибудь на пляже Барселоны, покупаться и так далее, или поездить по Италии. То есть тут уже в зависимости от выбора порта, повторюсь, можно выбрать порт, с которого вы начнете свой круиз по Европе. Нет, ну, Италия точно нелогично, если мы провели круиз в итальянском стиле, еще это вы там в этой Италии еще не видели. Ты знаешь, в Италии можно вот каждый год приезжать и что-нибудь точно не увидеть еще это, потому что это вообще unreal. Вы говорите, как будто мы сейчас про Японию говорим, так про нее тоже говорили. Ну, это потому что вы говорили про Японию, но в Италии тоже много всего интересного, это тоже надо видеть. И кому-то же обязательно повезет. Вот, ребята, давайте вот после 17-ти включайтесь, ухи востро, держите за победу, за удачу кулачки, потому что мы будем разыгрывать этот замечательный круиз на пятизвездочном, круизном лайнере, новейшем. По Европе. А самой Коста Эсмеральда. Коста Эсмеральда. Вообще огонь. Красотища, что еще важного нужно сказать, чтобы путешественники к чему-то были готовы, я не знаю, там, о медицинской помощи, о связи с родственниками, о каких-то форс-мажорах и т.д. К чему они должны быть готовы? Ну, мы обычно это все, конечно, рассказываем в офисе. По поводу медицинских услуг переживать не нужно, на лайнере все это предусмотрено. Там есть медицинский персонал, на некоторых лайнерах есть специальное оборудование, то есть даже провести какую-то несложную экстренную операцию тоже возможно. В совсем экстренных случаях врач выписывает направление, в ближайшем порту происходит лечение, в совсем-совсем экстренных случаях приезжает вертолет и забирает пациента на лечение. Ну, это если вдруг, у нас, слава богу, такого не было, но это все, конечно же, предусмотрено без проблем. Так, подожди, завтраки включены? Самое главное. Да, конечно, круглосуточное питание на борту, в основном это основной пакет напитков, алкогольные напитки, как правило, дополнительно идут. А что, с собой нельзя? Ну, есть свои секретики, конечно, но в основном, конечно, нельзя. Но об этом уже в офисе приготовления. Да, об этом уже приличная встреча. А так, на самом деле, на лайнере цены адекватные, они закупаются беспошлино алкоголем, поэтому где-то от 3 до 8 долларов, в зависимости от напитка, там, то ли, пиво, бокал вина, сложный коктейль и так далее. То есть, вполне цены адекватные по сравнению с нашими ценами в кафе, поэтому то, что идет за дополнительную плату, этого мало, на самом деле, на лайнере, ну, цены абсолютно адекватные. Опять же, всегда можно выбрать лайнер своей категории, будет это 5 звезд, 5 звезд, люкс, 4 звезды, и везде будет интересно. Есть однозвездочные лайнеры? Нет, слава богу, нет. Это лодка с ручным приводом. Да, это вот катера у нас, можно прокатиться под... Я поняла. Звонить, связь с родственниками Wi-Fi и прочее, это тоже все включено, я правильно понимаю? Телефонная связь и Wi-Fi, они есть на лайнере, они идут под отдельным тарифом в том числе, потому что, как правило, если вы в портах, можно пользоваться и роумингом в том числе, и все-таки у них спутниковая связь, поэтому он идёт за отдельную плату на лайнере, если при необходимости, конечно, можно воспользоваться для интернета, тоже есть пакеты тарифов различные, то есть кому нужно больше, кому нужно меньше, туристы это всё выбирают. Слушайте, вот я видела, несколько раз к нам заходили, да, океанские лайнеры, эти многоэтажные монстры и так далее, вот как, туристов же не пересчитывают при посадке, там, сходя в порту и потом... Можно ли проскатить зайцем? Предвосхитил, ладно, я хотела сказать, здесь я останусь в каком-нибудь порту, ну так, нелегально, меня же не будут искать. Теоретически, теоретически, а вопрос вообще в чём именно заключается, остаётесь вы в порту или остаётесь вы, исходите с лайнера? Нет, вдруг я вот, ну правда, потерялась, да, и ко времени отхода я где-то ещё совсем вот и не на борту. Что делать? А если вы не досели уже, ну когда уже лайнер отходит, нельзя опаздывать на лайнер, вас ждать не будут, у них строго, у них оплачена, ну, стоянка, да, поэтому догонять, то есть... Поэтому Михаил Светлов, ай-лю-лю. Мы знаем такие истории, действительно, люди срочно летят в следующий город, в страну, потому что всё без вариантов, опаздывать нельзя. А есть такая штука, вот как на автобусе едешь, допустим, тебе по кольцевой едешь, там, на 54-м, и такой раз проспался, обстановку, и на второй кружок. Ну, тут главное, чтобы работала виза, в принципе, да, ну, а так, не выходя с лайнера, возможно, возможно, я думаю, попробовать, но мы не пробовали, может быть, вы попробуете, и нам расскажете, как это будет. Поэтому и ценен мир путешествия, это возможность что-то попробовать, пусть и вот такие хитрые лайфхак-схемы, которые наверняка не прокатят. Но, в любом случае, друзья, мне показалось, что мы в достаточной степени поговорили про путешествия на лайнерах, потому что, знаете, нет смысла рекламировать то, что и так все хотят. Ну, на самом деле, я ещё подытожу по поводу лайнера, да, по которому мы, который мы разыгрываем. На лайнере будет русскоговорящий представитель на борту, будет информация о русском языке, об этом тоже переживать не нужно. Лайнер новый, 19-й год, то есть это всегда свежие номера, то есть свежий ремонт, всё совсем новенькое, какие-то инновации, потому что каждый лайнер пытается переплюнуть конкурента. Все портовые сборы, налоги, то есть всё это включено. На лайнерах Коста дети до 18 лет путешествуют бесплатно с двумя взрослыми в каюте, то есть дети, если есть два взрослых в каюте, они берут с собой одного или двух детей, дети плачут только портовый сбор, это буквально 150 евро и всё, то есть для семьи из четырёх человек путешествовать в круизе гораздо выгоднее, да, чем путешествовать в авиа. Вы сказали, что есть на борту русскоговорящий представитель, вопрос у меня только один, как устроиться русскоговорящим представителем на борту? Знать иностранные языки. Да, как минимум знать иностранные языки, иметь опыт в туризме и посмотреть, отправить свой резюме в круизную компанию, почему бы и нет, это возможно. Я пытаюсь шутить, конечно же, потому что у нас юмористический марафон, в том числе. Туристический. Туристический, я просто вот слово знаю, что заканчивается на ический, а как именно он звучит, я не помню. Нет, кроме шуток, наши победители, потенциальные победители точно останутся довольны, то есть вы уже это всё на себе испробовали, потому что мы понимаем, что самая главная фишка, то есть не предлагать то, чего не попробовали сами. Да, вы посмотрите на её довольное лицо, конечно, она пробовала. Да, мы, конечно же, и пробовали, инспектируем лайнеры, которые к нам приходят во Владивосток, которые вы видели, мы их посещаем, смотрим, в том числе и косты к нам тоже приходили, вы их видели, они с такой жёлтой трубой стояли, вот, и в том числе мы наш круиз разыграем при поддержке наших круизных партнёров, Круклаб, это крупный российский круизный туроператор, он давно на рынке, мы с ним давно работаем, в том числе мы сейчас с ними плотно работаем по круизам, которые будут из Владивостока, прямо напрямую из Владивостока. Отлично, потому что всегда, можно, но сначала нужно куда-то улететь, вот это вот проблема. Да, и это будет впервые, что круиз будет именно кольцевой, был пробный маршрут, который либо начинался, либо заканчивался в Владивостоке, но это будет, то есть действительно полная экономия на авиабилетах, круиз зайдёт, да, в Владивосток, и вы также выйдете и вернётесь в свой город. Мы выкупили очень большое количество кают, в прошлом году эти каюты разошлись со страшной скоростью, и в этом году, когда было принято решение опять повторить этот маршрут, он будет в июне, решили поменять лайнер тоже на 5 звёзд, лайнер Коста, Коста Медотирания, хороший тоже 5-звёздочный лайнер, тоже с детскими горками, тоже будет не скучно ни взрослым, ни детям. И, ну, этот круиз по-своему уникален для нас, потому что впервые он будет прямо из Владивостока кольцевой маршрут, это большая экономия. Круиз по Японии и Южной Корее, 3 порта Японии, 2 порта Южной Кореи, тоже 8 дней в круизе на неделю, стоимость там буквально от 60 тысяч на человека, ну, то есть за 60 тысяч вы можете посмотреть 3 города Японии, 2 города Кореи, которые авиа, вы не увидите за такие деньги. У нас только авиабилет, да, до Японии или Кореи в среднем 20 тысяч рублей, вот, 60 тысяч, круглосуточное питание на 5 звёздочном лайнере, то есть вы живёте в 5 звёздочном плавучем отеле, пользуетесь всеми развлечениями, да, то есть всегда бесплатные, это будут вечерние концерты, музыкальные шоу, цирковые шоу, дискотека обязательно, бар, лаунж, да, дневная анимация, бассейны, горки, то есть это всё бесплатно, вы развлекаетесь, смотрите города Японии, которые авиа, так просто туда не добраться, кто был в Японии и Корее, знают, что самое дорогое там логистика и проживание, соответственно, что у нас минус 20 тысяч, остается 30 тысяч, за эти деньги можно пожить, да, в отеле 2-3 звезды в Японии, либо в Корее, либо вы живёте на 5 звёздочном лайнере, и, ну, смотрите такие места, которые, вот, обычный турист, который был там стандартно в Токио или Осака, он, как бы, их не увидел. Также будет русский сопровождающий на корабле, то есть помощь на родном языке, переживать не нужно, поэтому такой круиз, это хороший подарок для родителей, которые могут не ориентироваться, потому что вас буквально за ручку встретят, посадят, проведут, там, забронировали экскурсию на русском языке по вот этим азиатским городам. Плюс этот круиз, да, он начинается с 15 июня, действительно, и пока у нас лето ещё не началось, и там уже начались пляжные дни, так сказать, всё, вы купаетесь в бассейне. А я пляжные дни оставляю себе. Спасибо вам огромное, Светлана Мясникова у нас была в гостях, специалист фригатайра, ещё больше информации на сайте, и я так понимаю, что вся информация там доступна, выбирайте любой маршрут, любой круиз, обращайтесь во фригатайра, вам всегда ответят на все ваши вопросы. Ну, а мы собираемся переходить к той части, о которой мечтают многие, я скажу, говоря многие, я не лукавлю, потому что, к примеру, в розыгрыше приза от Южной Кореи поучаствовало 1488 человек. Не слишком большой шанс выиграть у кого-то конкретно. То есть ты что-то всё-таки отправил? Да, я отправил, я и мои родственники, в принципе, это половина населения Чугуевки, но мы хотим, мы получим. Ладно, друзья, переключаемся на музыку, потому что нужно хотя бы несколько минут расслабить голову и перестать мечтать. Поехали. Опять и опять и опять мы встречаемся с вами в прямом эфире. Сегодня беспрецедентный марафон. Мы столько говорили о путешествиях, сколько я не говорил, наверное, никогда ни с кем ни в чём. Хотя, ну, любимая тема, согласитесь, если особенно вы уже попробовали на вкус, что такое путешествие, что такое ощущение, которое можно поймать только где-нибудь далеко-далеко от дома, то невозможно не поговорить на кухне томным вечером о том, что было, у кого что было и как это всё происходило. Поэтому, друзья, с большой радостью мы переходим к той части, когда награды будут находить своих героев. Да, да, мы включаем тех, кто находится с нами рядом. В студии сейчас, друзья, в студии у нас первый из многих, можно сказать, первый, а, значит, немножечко лучших. Что мы только что собирались разыграть? Мы хотели разыграть подарки от... Неужели от Тайваня? Неужели от того самого места, в котором мечты сбываются и о горах, и о пляжах, и об отдыхе активном, пассивном, да каком угодно. Судя по всему, этот остров небольшой, 400 километров буквально с север на юг, оснащён настолько плотно, что, в принципе, может заменить собой несколько климатических поясов, несколько стран. Мы говорили о том, что там в некоторых местах можно почувствовать себя исследователем Альп, в некоторых местах можно почувствовать себя в тундре, живущем Чукчей. Иногда, как бы это не странно звучало для Южного острова, а иногда побывать в тропических джунглях и почувствовать, что такое отдых на полную катушку. Друзья, мы разыгрываем подарки от Тайваня, и пусть звучат сейчас аплодисменты. Как мы будем это делать? Правильно ли я понимаю, что схема у нас достаточно простая? Простая, но всё-таки потребуется определённого рода подготовка. Я сейчас открываю специальные подготовленные листы, где всё у нас написано. Где, 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 где? Я правильно понимаю, что это тот самый момент, когда с утра ещё принимали ответы с пометкой Тайвань на студийный WhatsApp? Ой, да, много-много прислали нам чеснок. Ой, как много. И с помощью генератора случайных чисел нам нужно выбрать трёх счастливчиков. Среди тех, кто прислал правильные ответы, кто подписался на аккаунт Туристического бюро Тайваня, Facebook или Instagram, Тайвань, Сердце Азии, прочитал три последних поста, ответил на три вопроса. И, собственно, есть возможность сейчас получить один из трёх сертификатов с предоплаченным бюджетом в ресторан паназиатской кухни «Зума». Я правильно понимаю? Да, мы будем пробовать звонить людям, пробовать набирать их телефонные номера, и если услышим ответ, если услышим ответ «Здравствуйте», то автоматически получим человека. Мы не можем произнести в эфире имя человека, точнее телефонный номер, это конфиденциальная информация. Попробуем позвонить сейчас. Я поднимаю трубку телефона, надеюсь, у меня получится. Если вдруг будет не получаться, значит, что... Значит, у тебя просто не получилось. Техника в руках дикаря – страшная сила? Да. Пробуем сейчас включить телефоны, чтобы мы могли понимать, получается ли у меня в прямом эфире или не получается. Звонить человеку. Я поднимаю сначала девятку. Костя, ты будешь все цифры вслух называть? Я боюсь, что кроме тебя ещё кое-кто попробует дозвониться. Подождите. Раз девять. Нет. Не раз девять. Нет, а девять. Вы думаете, я неправильно набираю? Я могу. Ну-ка. Девять. 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 Девять, девять, девять. Мне кажется, всё-таки давайте так. Забираем паназиатский ресторан, предоплаченные сертификаты и, естественно, идём туда, где сможем нормально провести время. Или всё-таки попробуем дозвониться. Пробуем. Пробуем по другому телефону. Все телефоны выведены в эфир, Костя. Ты, может быть, их по одному всё-таки будешь как-то? Я издалека набираю. Так, попробую. Подождите. Дотянись, пожалуйста. У тебя руки вроде нормальной длины. Девять. Девять. А дальше что? Восемь. Смею предположить, да. Нет. У тебя не получается. А вопрос, как сделать так, чтобы получилось? Потому что очень хочется найти победителей, очень хочется найти того, кто это сможет сделать, воплотить в жизнь мечту человека, который участвовал в розыгрыше. Ну, а пока что мы попробуем изменить схему дозвона. Она будет гораздо хитрее, и мне подсказывает наш режиссер, что, знаете что, а ведь у каждого из нас есть собственный сотовый телефон, который может использоваться для этих целей. Я набираю первого участника и попробую ему позвонить. Попробую ему позвонить. Все, звоню. Надеюсь, это будет телефон счастливчика. Набираем. Я тоже вся в волнении. Да, но вдруг. Потому что раздавать призы и подарки очень приятно. Вообще слышно? Слышно, слышно, слышно. Доброго дня! Доброго дня, Лема. А, откуда вы знаете, что это Лема? Вдруг это коллекторы? Нет. А вы ждали нашего звонка, да? А вы ждали нашего звоночка. Подождите, как вы могли ждать звоночка? Вы же не могли предположить, что из множества написавших правильные ответы вы тот самый счастливчик? Я надеялся на это. Ну, тогда я вас позвольте поздравлю. Вы от нашего партнера, от Тайваня выигрываете, я так понимаю, что ужин в паназиатском ресторане. Зума, что не может не вызвать буржу аплодисментов в нашей студии. Ура! Спасибо! Этот номер, этот номер вы, собственно, мы ваш номер записали, мы вам будем звонить и объяснять, как можно забрать, где это можно сделать. Хотя, в принципе, вы и так, наверное, знаете, как это можно сделать. Достаточно просто прийти... Наокеанский проспект 69 в торговый центр «Галерея» сегодня в офисе «Фрегатайра» вам будут рады до 19 часов. И даже там сразу можете отметить это событие. Костя так любит часто упоминать сегодня про фуршет, ну, то есть вот все... Все для вас. Ну, обещали, извините. В любом случае, даже если сегодня вам не удастся добраться до места, то этот сертификат вас никуда не оставит. Будешь ждать в течение недели. Вопрос только в том, как зовут вас, признайтесь. Роман. Роман. Наши поздравления. Роман, поздравляем вас. Будьте... Спасибо большое. Хорошо вам сходить. Легко. Роману было легко. Он выиграл буквально сразу же. Пробуем звонить еще кому-нибудь. Возможно, так же легко. Потому что наши люди, они, зная, чувствуя предвкушение хорошего ужина, ни в коем случае не пропустят этот вариант. Набираем еще один номер, который тоже был номером, давшим правильный ответ. И раз, и два. Правильно ли я набираю? Ну, сейчас кому-то, значит, сильно повезет. Если неправильно. Если неправильно просто. Вы участвовали? Нет, вы выиграли. Просто так, бонус. Что выиграл? Всякое бывает, но я надеюсь, все будет правильно. Набираем второй номер. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете ли, кто вам звонит? Ну, не могу даже предположить. Мама, мама, не пались. Ладно, я так понимаю, что вы участвовали сегодня в каком-то конкурсе, правильно? А, по Тайваню. А, да, это тот самый конкурс по Тайваню, который принес вам победу и удачи. Да. Вы выиграли, представляете, вы выиграли ужин в паназиатском ресторане Зума, и я вам, ну, не могу не поздравить вас. Вся студия сейчас болела за вас, и мы рады, что у вас... Аплодируют стоя. Хау! Поздравляю вас. Типа вам огроменная. Это очень... Это не нам, вы не поверите. Я очень люблю Зуму. Ага. С удовольствием туда схожу. Вам теперь... Ну, надо же, то есть все мои вопросы правильно я ответила, да? Да, да, да. И эти слова благодарности мы адресуем Туристическому бюро Тайваню, который, собственно, организовал эти розыгрыши. Только один вопрос. Как вас зовут? Как вас зовут? Меня зовут Марина. Марина. Поздравляем. Как можно забрать ваш приз? Вы можете прийти сегодня или в любой другой день, но сегодня еще и два раза поужинать удастся, потому что нас ждет небольшой фуршет по случаю Дня Туризма. Сегодня вы можете прийти в офис компании «Фрегат Аэро», и не только сегодня, на Океанский проспект 69. До 19 часов они работают, и если вы вдруг знаете, где находится торговый центр галереи, то можно сегодня зайти, получить сувениры, забрать. Но если не сегодня, то приезжайте в любой удобный день, в рабочее, конечно же, время, и становитесь счастливее и сытее, сытее. Хорошо, спасибо вам огромное. Спасибо. Наши поздравления. До свидания. И у нас третий звонок, третий звонок мы совершаем тоже, исходя из... В онлайн-формате. Да. С Костиного телефона. Вы, кстати, на всякий случай его записываете. Я неплохо в некоторых моментах... Сейчас такой пиар пошел. Я не буду свой телефон договорить. Пока что 908. Набираем третий номер, пробуем, узнаем, кто этот счастливчик. Так, на самом деле, на самом деле, мы сейчас набираем. Набираем сейчас мы. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Есть ли у вас предположение, кто это, коллектор из Сбербанка или какая-то более счастливая возможность? Или замена счетчиков? Нет, это ведущий радиолема. О-о-о-о. Я смотрю прямой эфир. А-а-а, так вы за нами еще и подглядываете. Вы видели, какие цифры я набирал и сразу поняли, что это ваш номер? Нет, не сразу, конечно. Как вас зовут, рассказывайте. Меня зовут Алина. Алина. Алина, и я так понимаю, что вы... Счастливый обладатель третьего сертификата с предоплаченным бюджетом в ресторан «Паназиатская кухня» от Туристического бюро Тайваня. Мы вас поздравляем. Скажите, эта сегодняшняя победа уже родила в вас страстное непреодолимое желание посетить Тайвань? Конечно, конечно. Я сегодня целый день слушала про Тайвань. Уже влюбилась, уже пакуя чемоданы. Куда? На пляж, в горы, на пляж, в горы или по городам? По городам. А вы тот еще, значит, ценитель хорошего отдыха и пеших прогулок. Спасибо большое, Алина, что поучаствовали. Спасибо огромное вам. И спасибо нам, что мы вам вот так вот все помогли поучаствовать. Что все случилось и вы победили. Наши поздравления. В щеки вас целуем крепко, по-тайваньски обнимаем. Спасибо. Друзья, три человека, три приза. Три из трех. Ни одного не взявшего трубку. Люди готовились, знали, что подарки их не обойдут стороной. Я искренне поздравляю всех, кто выиграл, всех, кто сможет почувствовать гостеприимство Тайваня. Ну, а мы тут же начинаем разыгрывать или уходим на маленькую трехминутную паузу. Разыгрываем сразу от Кореи подарки. Да что же вы делаете? Да дайте же людям выдохнуть. Сейчас уже закончился кроволол, еще не подвезли валидол. Ну, хорошо. Нервная дрожь по телу нашему туда-обратно, туда-обратно ходит. Мы же тоже переживаем. Мы буквально сами выигрываем и радуемся за тех, кому улыбнулась такая удача. Вот честно, я рад. Я заряжаюсь, когда чувствую, что человек выигрывает. И на том конце провода искреннее счастье. Очень круто, что выигрывают люди. Не очень круто, что эти люди не я. Не я. Но очень круто, что я к этому причастен. Друзья, до окончания нашего радиомарафона остается буквально немного времени. И сейчас уже вот через несколько мгновений. Мы приступаем к розыгрыше первого сертификата от Южной Кореи на поездку в эту удивительную страну номиналом в 30 тысяч рублей. Я правильно правила. 30 тысяч рублей. Круто. Да почему одного? Мне кажется, мы сразу два разыграем или мы будем поочередно? Катя? Да, да. Собственно, я сижу за пультом рандомайзера, генератора случайных чисел. Но на самом деле конкурс про Южную Корею у нас проходил в Инстаграме. Мы, соответственно, собирали комментарии от участников. И там было такое простое собственное задание. Хочу в Корею. С кем? Конечно, почему? Потому что хочу. И нужно было репостнуть в сторис. У нас было 1488 участников. Рандомайзер сейчас закипит. Да. И определились уже два победителя. Так что все, кто участвовал в этом конкурсе, сейчас же проверяйте свои Инстаграмы. Вам в Директ должно прилететь сообщение о том, что вы выиграли. И где, собственно, вы можете получить свой приз. Вы уже не первый раз сегодня слышали. Но еще раз можно сказать, что это у нас... На всякий случай. Если кто-то не запомнит, что на Океанском проспекте 69 в торговом центре галерея сегодня раздают, как из рога изобилия, подарки, призы и даже фуршетом угощают по случаю Дня туризма. Да. Ну, все-таки для порядка, да, наверное, назовем эти ники. Для чистоты эксперимента. Да, да, да. Журавлева, нижний слэш NN и Лиззи Санни. Вот эти два человека. Лиззи Санни. Лиззи Санни, да. Солнечная Лиззи, видимо, да. Солнечная. Вот эти два человека выиграли два сертификата. Или у человека, который купил автомобиль Санни, не Сан Санни, по лизингу. Лиззи Санни. Да, именно они. Поздравляем. Поздравляем вам. Аплодисменты звучат. Два подарка от Южной Кореи. Ну, не круто ли это? Наши поздравления тем, кто попал под прицел рандомайзера. Сколько тысяча... 1264 анкета была заполнена. И сейчас среди этих 1264 человек состоится розыгрыш от генерального партнера первого интерактивного радиомарафона Listen to the World 2020. Это японская национальная туристическая организация. А представляешь, как вот обидно будет попасть в трех из 1200 или 1200 и трубку не взять? Очень обидно. Поэтому, ребятки, давайте напрягитесь. Возьмите сейчас себя в руки. Я понимаю, нервы уже немножко наколены. Все хотят победы, все хотят... Или ты слышишь звонок, но пальцы вспотели от волнения, и телефон не прожимается. А ты в душе, и ты не понимаешь, на какой полочке ты его оставил. Или тут у него точно садится... Тот единственный процент, который остался заряда, и он... Ну, он сейчас садится. Да. Нет, давай не будем об этом, потому что это заставляет людей сразу же переживать. Но у нас все достаточно просто. Мы набираем номер телефона, попытаемся выйти на связь с человеком. Ты пока... Да, набираем... Выходи на связь с человеком. Я напомню, что первый приз... А ты скажешь, что он выигрывает. Да, это авиабилет в Токио на сумму 25 тысяч рублей. Япония великолепная страна. Страна будущего, вселенная роботов. Мир, где все иначе. И каждый, кто хоть раз побывал там, может добавить пару собственных эпитетов. И красивая, загадочная, утонченная... Да все, все, все уже хотят. Давай, перестань. Это слишком сильно взводит... Генератор случайных цифр, чисел. Выбрал нашего потенциального победителя. И слушай мне этого счастливчика. Где же он? Пока Зумер. А номер-то незнаком. Мне незнаком, это естественно. Я не тебя имела в виду. А, вы... Алло? Здравствуйте. 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 Вот, 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 слышим, слышим напряжение в голосе. Скажите, пожалуйста, у вас есть ощущение чего-то, предвкушение чего-то хорошего? Странный вопрос, конечно, от незнакомого мужчины. Нет, нет, не так. Говорите так, от незнакомого, но очаровательного мужчины. Я так предпочитаю. Не могу утверждать, я за вас не видела. А по голосу же видно, обертана красавчика, чувствуете? Вы знаете, тоже так сразу не скажешь. Вы знаете, пока он тут будет с вами заигрывать, мы уходим от главного. Во-первых, представьтесь, как вас зовут. Вы сейчас в прямом эфире на радио Лемма. Подождите, ей звонит незнакомец и говорит, здравствуйте, представьтесь, как будто это, из банка. Как вас зовут все-таки? Меня зовут Оля. Ольга, а вы не понимаете, по какому поводу мы можем вам звонить? Алло, Оля, вам что-нибудь говорит Корея? Ой, господи, Корея, Япония. Япония? Япония, что она Япония, что-нибудь говорит вам? Говорит только хорошее. Ну и, наверное, вы в чем-то участвовали на этой неделе. Знаете, да, это очень, на самом деле, неожиданно. Даже вообще вовсе не ожидала, что такое вообще может случиться. То есть, то, что вы выиграли авиабилет в Токио на сумму 25 тысяч рублей, сейчас вообще никак не добавит радости в ваш голос? Добавила радости. Наконец. Мне кажется, очень небольшая теперь у меня радость, это очень неожиданно, на самом деле. Мне кажется, у Ольги включился. Номера с ней на полных телефонов не беру, а вы знаете, так раз. Вот иногда нужно нарушать традиции. Нужно доверять людям, особенно чувствуете, когда... Мы вас поздравляем, авиабилет в Токио ваш, он, чтобы получить его вам, конечно, придется немножечко поднапрячься, потому что мы можем отдать его вам только в офисе компании «Фрегат Айра», который находится в торговом центре галереи. Океанский 69. Океанский 69. Приходите, забирайте, и если вдруг сегодня до 19 успеете, то вас еще и угостят приятными неожиданностями, если вдруг получится. Хватит неожиданностей на сегодня. Не, ну... Да, я бы, конечно, с радостью, но дело в том, что ты понимаешь, это совсем другой город, это, наверное, называется город Владивосток. А вы откуда? А я с города Сноходки. О-о-о-о, в любом случае... Вообще отлично. Я думаю, у вас получится. И в Находке, насколько я понимаю, тоже есть представительство «Фрегат Айра». Гуглите, смотрите, узнавайте, ищите. Мы передадим туда ваши контакты. Да, и... Не переживайте, ваш приз вас найдет. Я очень рада. Поздравляем. Поздравляем вас. Счастья, здоровья. Ура! Спасибо большое. Ура, и вам все хорошо. Спасибо. Не за что. До свидания. Так вот. Костя, ты нас так всех, участников розыгрыша перепугаешь. Что, что? Здравствуйте. О, как то? О, Оля или Толя? Ну что это такое? Оля или Толя? Я пытаюсь шутить, но это же нормально. Оля или Толя? Она там уже в прединфарктном состоянии, мало того, что она с чужого номера незнакомого телефона звонок приняла, ответила, может быть, впервые в жизни, понимаешь? А после того, как мы вот это вот объявили, 25 тысяч рублей, ты слышал, как у нее пауза? Нет, а потом голос такой. Ага, так, 25, это только билет, а еще надо с собой, а где я буду? То есть калькуляция уже пошла, нет? Нет, холодным потом пробежались мурашки по спине мужа ее. Набираю второго нашего победителя, а я пока объявлю, что розыгрыш продолжается от генерального партнера первого интерактивного радиомарафона Японской национальной туристической организации, и кроме одного билета мы разыграем сейчас сразу два, то есть вы сможете поехать. Сейчас два билета? Сразу два, на сумму 50 тысяч рублей. Представляешь, вот люди планировали путешествие вдвоем, но вот что-то все откладывали, откладывали, а сейчас такой шанс сразу, понимаешь? Шанс, нужно еще трубку взять. Вот, вот это да, это немаловажно, поэтому если звонят с незнакомых, берите, может быть, это мы. Тук-тук. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте, служба внезапных награждений лейтенант Белецкий, как вас зовут? Александра. Нормально, выдохните, выдохните, он пошутил. Александра, вы вообще, по внезапным награждениям у вас как дела обстоят? Хорошо все. Скажите, делали ли вы что-то предосудительное, что теперь аукнулось для вас внезапным награждением? Александра, просто скажите, про японцев думали? Да. Хорошее что-то? Несерьезно? Несерьезно? А на 50 тысяч рублей вы выигрываете два билета в Токио. Мы вас поздравляем. Александра, вы можете еще на несколько секундочек к нам вернуться, пока вы там не задохнулись от восторга? Так, Александра, почему выигрываете вы, а плачу я? Да что ж такое? Все, все, хватит. Все, мы ее потеряли. Александра, ну в общем, мы вас поздравляем, это все не розыгрыш и не шутка, вы действительно выиграли два авиабилета в Токио на общую сумму 50 тысяч рублей. Я никогда не... Мне кажется, там что-то сейчас не цензурное училище этого мира, потому что там человек... Первый случай, когда я хотел бы, хотел быть девочкой вообще, ну девочкой Александры. Мы вас поздравляем. Так, Александра, вот сейчас очень важная информация, соберитесь, пожалуйста, вам нужно приехать... Забрать билеты, да. В офис Фриготаера на Океанский проспект 69 в торговый центр галереи, вас там ждут, и даже сегодня, сегодня до 19, мне кажется, вы уже выезжаете. Не обязательно сегодня, вы можете когда угодно, но сегодня вам еще и дадут немножечко вкусности. Еще и нальют, потому что, ну в смысле валильянки, потому что вы там, по-моему, уже от пересбытка чувств. Поздравляем! Да. Океанский проспект 69. 69. 69. Я же говорю, выезжает. Александра уже все, уже обулась. Торговый центр галереи, если вы не знали. Знаю, знаю. Все, хорошие вам дороги и на Океанский 69. Наши поздравления, наши поздравления. Ой, спасибо, все. Слушай, Костя, я просто боюсь, нам сейчас предстоит розыгрыш сертификата на поездку в Японию номиналом 100 тысяч рублей. Слушайте, если на полтинник такое было. Я видел всякое, я видел всякое. Я видел, как в казино мужчина выигрывает автомобиль стоимостью в 3 миллиона рублей и выигрывает с лицом. А, ну, окей, спасибо. То есть были и такие штуки. Возможно, кто-то из постоянно выигрывающих. Ну, пока набирай, ладно, я вообще... На самом деле, да, эмоции очень сильные, они передаются даже сюда в студию и переполняют нас, ведущих, и наши слова благодарности Японской национальной туристической организации, которая вот такое вот чудо сотворила для многих участников этого розыгрыша 1264 анкеты. Представляете? Ну, три победителя. Но это все равно очень хорошие эмоции. И вот сейчас будет разыгран сертификат на поездку в Японию номиналом 100 тысяч рублей. Мы уже набираем номер того счастливчика. Попробуем услышать, искупать в овациях. Главное, чтобы ответил. Будет прикольно. Прям интрига-интриг. Проспать 100 тысяч. Это вообще, мне кажется, потом просто вот будет шок у человека. Вроде правильно набрал. Номер не существует. О-о-о! О-о-о! Это эпик фейл! Вот, ребята, вот это вы зря, вот это вы сильно погорячились. Знаете, самое стрёмное, что он же потом перезванивать не будет. Ты будешь ему объяснять, что ты от него хотела. Здравствуйте. Так, рандомайзер опять включаем. Один человек не мог достаться так легко. Это должно было быть с какой-то интригой. О-ох-ох. Я уже... Представляешь? Я не представляю. Было бы обидно, если бы в моем случае я взял бы и не выиграл бы. Нам сказали еще раз попробовать на тот же номер. Вдруг человек, вот мало ли, ну на одну секунду исчезла связь. Попробуем? Попробуем. Окей, дадим второй шанс. Дадим второй шанс. Всякое бывает. Ну, и не дадим тот шанс, который только что выполнен. Ну, ты подожди, пока мне отдай это, чтобы он тебя не смущал. Так, проверю. Может быть, я номер неправильно ввел, но мало ли. Представляете, такое было бы. Костя, на тебя сейчас вся общественность. У меня тоже дрожат руки. У меня тоже дрожат руки. Набирай не одной рукой. Набирай двумя рукой. Я уже сама начинаю переживать за человека, который должен выиграть. Вдруг что-то вот так. Все, набираем, набираем, набираем. Дадим шанс, дадим шанс. Звоните мне. Ага, в WhatsApp летит сообщение. Звоните мне. Ну, да, тоже хорошо. Или мне. Почему вам? Я тоже могу свой пацанать. Что? Ну, пока. Ну, нет. Нет, все. Мы давали шанс. Да, мы по-честному. Мы по-честному дважды. Мы честные, розыгрывающие участники. Хорошо, набираем, набираем. Вот так судьба злодейка. А фортуна, а фортанула-то как? Нога. Вот просто бы узнать, где этот человек был в этот момент. Вот сказали же, подождите, в 17 часов начнем разыгрывать самое вообще вкусное, самое грандиозное, самое клевое. А вот человек будет смотреть, два пропущенных от меня, думает, ну, наверное, что-то срочное. Говорю, недофортануло, это так называется в нашем бизнесе, недофортануло. Все, ну, надеюсь, сейчас фортанет, потому что рандомайзер мне не нравится включать постоянно. Ага. Сейчас серьезно. Спят. Берите трубку. Люди. Сто тысяч. Алло. Алло, алло, привет, это Костя Белецкий. Сто тысяч есть? Хотите? Что-что? Сто тысяч есть? Какие сто тысяч? Ну, какие-нибудь на поездку, допустим, в Японию. Не знаю, может и есть? Чуть так не уверена. Может быть и есть. Это нужно увереннее, ярче и желательно с японским акцентом произносить. Внимание, внимание. Вы... Кстати, как вас зовут? Алло, меня зовут Ольга. Ольга, вы выиграли путешествие в Японию номиналом сто тысяч рублей, и это круто! Вау. Да нет, да нет, не может быть. Я не выигрывала. А, нет? Ну, нет, так нет, извините. Ладно, до свидания. Все, мы кого-нибудь еще наберем. Нет, подождите, подождите. Нет, Ольга, вы уж определитесь. Я заполняла анхету. Заполняли? Да. Ответы правильно написали? Да, можно проверить. В Японию очень хотели. Вообще, я только сплю и вижу. На сколько тысяч хотели? На сколько тысяч хотели? Хотела на миллион, но... Э-э-э, вы амбициозные. Вы только сто выиграли, тут же миллион хотите. Вот же ж ненасытно. Есть даже сказка про это, про старика и рыбку золотую. Да, на сто тысяч. Скажите, сто тысяч достаточно будет вам для того, чтобы познать Японию, узнать ее лучшие стороны и почувствовать себя счастливой обладательницей путешествия в Японию в первый же момент, когда откроются границы? Да. Многозначительно. Уговорили. Уговорили. Ольга, ну, на самом деле, мы вас действительно поздравляем. Сертификат на поездку в Японию номиналом 100 тысяч рублей ваш. Да, только забрать его нужно будет. Это прям серьезно? Это не шутка? Нет, не шутка. Ну, мы уже вас в два голоса уговариваем, что это не шутка. Верьте нам, верьте. Это не шутка, но вам нужно будет сейчас назвать номер своей банковской карты и пин-код. И еще, чтобы выиграть, нужно прослать нам 50 тысяч рублей, и тогда вы выиграете 100. На самом деле, Ольга, вам нужно сегодня или в удобное время в течение недели приехать на Океанский проспект 69 в офис Фрегатайра и получить ваш сертификат. Мы вас поздравляем. Но вы должны правильно ответить на вопрос сейчас. Какая радиостанция лучшая во Владивостоке? Господи, но это же всем известно. Какая? Который мне звонит. Пять баллов, пять баллов. Спасибо. Спасибо. Вы выиграли, несмотря на то, что не знали правильный ответ на важный вопрос. Ладно. Спасибо большое. Это Рлема 102,7 FM. Оставайтесь на нашей частоте всегда, когда вам нужны будут деньги. Ну, или билеты в Японию. Я не знаю, что вам там. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Едьте, получайте. Ой, ну, честно скажу, наверное, дорогого стоит. Стоило сегодня 8 часов пребывать в эфире для того, чтобы вот эти эмоции испытать, потому что это, я не знаю, радостнее было бы, если бы я делал эти звонки, находясь, допустим, в Японии. Ребята, а дальше больше. Для тех, кто еще ничего не выиграл, но очень сильно хочет, у нас еще есть несколько розыгрышей, они впереди. Самый грандиозный из них это путешествие на круизном лайнере. Я не знаю, как я буду рыдать, когда кто-то выиграет. Кроме того, у нас есть розыгрыш от Фрегат Аэро, и это тоже дорогого стоит, не пропустите. Будь, пожалуйста, на связи, проверьте свои мобильные устройства. Ну, что ж такое, вот сейчас неожиданно удача от человека просто отвернулась. Проверьте, вы вообще в зоне приема, вы заряжены, деньги на телефоне и прочие модные вещи. Ну, а у нас три минуты, чтобы отдышаться, три минуты, чтобы наполнить свою жизнь предвкушением победы, потому что, ой, как будет приятно выиграть путешествие на круизном лайнере. В общем, друзья, путешествие всегда праздник, и мы верим, что скоро появится возможность устраивать настоящие праздники из новых впечатлений. Возможность отправиться в страну мечты всегда организует вам туроператор с 25-летним опытом Фрегат Аэро. Ну, а чтобы ехать туда не с пустыми руками, сегодня они разыгрывают чемодан. И чехол на чемодан. Да. Уже много раз в течение сегодняшнего дня мы рассказывали, что нужно дозвониться первым в эфир, как только вы услышите фразу. Какую фразу? Сейчас мы ее не будем говорить, потому что сейчас начнут звонить и поздороваться. На языке страны, которую вы хотели бы посетить. Да. А фраза очень простая, на самом деле, и звучит она через 30 минут. Подожди, а представляешь, если человек звонит и говорит «Здравствуйте». И едет по России. Да, и едет по России просто, да. И путями, так сказать, Ерофея Хабарова. Почему нет? Или Владимира Арсеньева. Опять же, мы сегодня об этом много говорили. Главное, чтобы чемодан пригодился, правильно? Действительно. А с чемоданом-то по тайге, знаешь как, о-го-го, хорошо. Ведь по большому счету отдых, он же всегда прекрасен. Неважно, куда ты поехал. Перешел через улицу и что-то незнакомое сделал или отправился на другую сторону земного шара. Главное, чтобы эмоционально ты хотел путешествовать. А для этого нужен чемодан. Ну и еще чемодан, если вдруг вы начнете все выигрывать и жена вас это попросит из дома. Значит, телефон студии 249-88-08. Хочу чемодан от фрегат Аэро. Ждем. Кого? Я не знаю, кого ждем. Телефон, звонить. Есть телефон и, внимание, здравствуйте. Коничева. Конич! Ай, красавчик, вот кто бы вы ни были, вы великолепно справились с задачей. Коничева нам подходит. Скажите, коничева это по-каковски? По-японски. А что вы сказали? Поздоровался на языке страны, которую хотел бы посетить. И вам для этого понадобится чемодан, как вы думаете? Чемодан полный денег, да. Нет, подождите, мы пока только пустое обещали, но хорошенький. С этим маленькая проблема, да. Фрегат Аэро, конечно, очень любит вас, да. И очень много сегодня призов организовала, но все-таки чемодан будет, к сожалению... Наполните его самостоятельно, договорились? Ну, тогда я возьму этот чемодан и съезжу в фрегат Аэро, там сегодня фуршот до 7 часов. Да, вы слушаете нас? Конечно. Ладно, тогда скажите, чтобы никто другой за вашим призом не приехал и не назвался вашим именем, не забрал вас чемодан раньше времени. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей, вот только вы, только человек с паролем Алексей, с паспортом Алексея, я не знаю, на самом деле, как придете, так придете, докажете, докажете. Алексей, последние четыре цифры вашего номера. Да. Девяносто два двадцать четыре. Девяносто два двадцать четыре. Все, Алексей. Все записано, Алексей. Теперь уж точно никто... Теперь не отвертитесь. Если кто-то быстро... А уже можно выезжать? До сегодня до 7 уже успевают, да? Да, еще, конечно, уже летите, летите. Час на фуршеты, если что-то не доедите, можно в ланчбоксы забрать. Я вам привезу обязательно. О, спасибо. Счедрый вы наш, Алексей, спасибо. Спасибо, Алексей. Ну и знаете что, у нас мы вешаем трубку, вешаем трубку для того, чтобы дать возможность... Освободить линию? Потому что у нас опять та же схема, но, правда, сейчас не чемодан, а чехол от чемодана. Ну да, потому что наверняка у многих заядлых путешественников, неважно, что мы полгода сидим привязанные к одному месту, точно есть чемоданы, а вот чехол на чемодан, это фишка хорошая, это нужный аксессуар, и он сейчас кому-то одному достанется. Хочу чемодан! Нет, надо одновременно сказать. Ну давай, три, два, один. Хочу чемодан! Чемодан! Почему чемодан? А ну да, потому что... Хочешь чемодан, получишь чехол. Давай, 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 все, я уловила логику. Три, два, один. Хочу чемодан от фрегат Аэро. Блин, да... Так они звонили, пока мы тут репетировали. Звонок, звонок в студию, берем трубку, и... Здравствуйте! Добрый вечер. Вы к нам дозвонились. Вы любите это радио? Теперь уже да. Как вас зовут, рассказывайте? Меня зовут Евгений. Вы, наверное, удивитесь, но я уже вам сегодня звонил. И что, вы что-нибудь выиграли? Да, уже три приза, по-моему. Евгений, больше нам не звоните. Да, почти... Вы слишком фартовый, Евгений. Я не знаю, мне кажется, сегодня вам стоит взять и купить лотерейный билет, или поехать в казино. Я думаю, что его даже откроют для вас. Сейчас на советую, сейчас на советую. Тем более чемодан под деньги у вас есть. Есть. А вот чехол? Вот здесь вот как раз чехол, да. Я очень думал над этим, а тут, видите, теперь уже есть. Вот какая неслыханная удача. Евгений, ну мы сейчас еще запишем ваши... Последние цифры номера. Да, цифры, пароли. Пароли. Давайте, 0910. 0, 9... А, я помню ваш номер, вы-то навыигрывали же. Вы, подождите, вы уже ездили во фрегат Аэро сегодня на Океанске 69? Нет, нет, нет. Он по кругу ездит. Я решил сразу все, поправить. Выпал, вернулся. Вы продуманный, Евгений, человек. Даже опасно. Естественно. Я думаю, что, Евгений, будьте таким продуманным дальше в честь вас на вот Евгеньскую автономную область. Вы знаете, интересное предложение. Думаю рассмотреть. Да, с городом Биробиджаном во главе. Да, да, я понял, я понял, о чем вы говорите. Евгений, ну, мы вас поздравляем искренне. Вы, конечно, ну, красавчик, наверняка. Наверняка именно так вам... А это так и есть, да, оно так и есть. Тут вы не лукавите. Вам же повезло при рождении родиться красавчиком. Вот и фортить на протяжении всей оставшейся жизни. Это радиолемма вам, между прочим, помогает выигрывать, поэтому не забывайте нас слушать регулярно. Это, между прочим, вам помогает фрегат Аэро. Спасибо вам огромное, да, и с праздником всех. Спасибо. Вот один сознательный человек поздравил. Ага, единственный поздравник. Да, понимаешь, спасибо огромное. Вот это вот приятно. До свидания. Всего доброго. Ай, хорошо. Ну, хорошо же, а. Вот только кому на Руси... Как-то жалко отдавать призы мне стало. Короче, я думаю так. А впереди розыгрыш круиза вообще мне нехорошо становится. Ну, мы же с тобой, Саша, мы же с тобой полны власти над ситуацией. Мы можем сейчас взять и... Чем ты занимаешься в апреле? Я? В Европе давно было? Давно. С круизными лайнерами. Тебе не укачивает? Не знаю, не пробовала. Все, спасибо большое. Это был прямой эфир Радио Лемма. Прекрасно, что все выиграли призы. Мы включаем музыку, рекламу, все остальное. И ничего не разыгрываем. Разыгрываем. Костя на самом деле шутит. Мы прерываемся на музыкальную паузу. На буквально вот такусенькую. Минуточку, минуточку. Так, чтобы перезагрузиться эмоционально. И, кстати, эта песня для того человека, до которого мы не дозвонились... Для красавчика? Для того, до которого мы не дозвонились, эта песня ДТТ просвистела. Финальный аккорд. Но он далеко не финальный для человека, который сейчас окажется нашим рандомайзером выбранным. Далеко не финальный для человека, у которого счастье в глазах должно заискриться буквально, не знаю, огнем и напалмом. Потому что кто-то сейчас совершенно случайно выиграет круизное путешествие на лайнере. На пятизвездочном лайнере Коста Смиральд. 19-го года постройки. Навье новое, ребята. Это вообще просто... Я даже не представляю, что должен испытать человек, который сейчас вот такое чудо, такой бонус от фортуны получит. Навье новое. Не бит, не крашен. Не видел туристов из Раши. Да-да-да. Тагил! Не было этого еще на его белоснежных бортах. Вы будете первым, кто будет там этот мини-бар уничтожать. Семидневный круиз. Средиземное море. Ребята, ну это же мечта, это фантастика. Спасибо, Фригатайра. Спасибо Международному Дню Туризма. Спасибо всем. Так-так-так-так, стоп-стоп, не ты выиграла. Тысяча, подожди. Я благодарю папу, я благодарю маму, Оскар. Почти тысяча анкет была заполнена. На сайте Фригатайра. И вот сейчас все замерли в ожидании. И надежды на выигрыш, конечно. Костя, ты должен... Но мы потянем время, потому что, знаешь, если такой приз, то можно и немножечко поразыгрывать интригу. Тем более у нас в студии есть хозяюшка всей этой процедуры, всего этого фестиваля. Я как это правильно сказать? Марафона. Ольга Алексеенко, давайте же расскажите. Ну как вам? Как вам? Вы знаете, я сегодня испытываю истинное наслаждение за то, что происходит в студии. Очень интересно было слушать наших спикеров, рассказы о странах. Я поняла еще раз, что мир настолько прекрасен, и он ближе, чем нам кажется. И поэтому я сегодня поздравляю всех еще раз с Днем Туризма. И желаю только одного. Не переставайте мечтать, планируйте путешествия, передвигайтесь по миру, потому что он на самом деле прекрасен. И самое главное, что вы должны помнить, что мы, фрегатаера, коллектив наш, наша компания всегда с вами. Мы вам поможем, и мы вам подскажем, и мы организуем то самое счастливое путешествие, о котором вы мечтали и мечтаете, и будете мечтать. Спасибо всем. Ой, ну все. Я уже все, я уже начинала, у меня уже комок в горле, я уже все, я уже хочу путешествовать, и я, наверное, сейчас буду вот прям с ума сходить от счастья за того человека, который получит, наверное, ну, главное, один из главных призов сегодняшних семей. Я не знаю, почему один из главных, мне кажется, я вот никогда в жизни не выиграл ничего подобного. Костя, я открою вам страшную тайну, я даже в лотерею ни разу не выиграла. А кто-то выиграет сейчас. Почти тысяча сообщений, почти тысяча попыток. Кто же это будет? Итак, рандомайзер нам выдал номер, мы набираем. Ну, давайте. Я даже зажмурилась, вот честно. Я не представляю вот этот момент истины, честно, я не представляю. Если человеку сейчас позвоните и скажите, знаете, так случилось, что сегодня вы выиграли семидневный круиз по Средиземному морю на пятизвездочном лайнере новейшего образца. И, понимаете, то есть, ну, пакуйте чемоданы, все, проверяйте визы, там, что у вас там, что не закончился ли загранпаспорт, возьмите немного денег, потому что... Так, я звоню, все, я звоню. Ага. Тишина в студии. Угу. Нет, сейчас вот, сейчас вот, не дай бог вот. Не-не-не-не, подожди. Алло. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-нибудь дела в Средиземном море неотложные? Она поняла все после... А, как здорово. После первой фразы. Нет, мы просто интересуемся, ну, вдруг у вас есть дела, и есть смысл как-то вам предложить. Может быть... Может, у вас бизнес, Виталий, как раз по пути решите дела какие-нибудь. Скажите, вообще, вы понимаете, о чем идет речь? Да, я сегодня заполнила анкету. Я верила, я прям очень-очень этого хотела. Вы сейчас уже стали адептом круизных путешествий? Да, я прям... Скажите, какими способами... Какими способами вы привлекали удачу? Терли лапку, натирали посуду, я не знаю, что-то делали такое, что приносит вам удачу обычно. Как, как получилось? Вот так, да? Я не забрав в небо, думала об этом. Прям я дерево. Очень сильно. Ну, чисто вот так, вот чисто откровенно. Радость от 1 до 10 баллов. На сколько сейчас? 20! 20. Но на самом деле я вас поздравляю. Не только я, и студия Радио Лемма, и компания Фрегат Аэро. Вы получаете путешествие на круизном лайнере по Средиземному морю на 7 дней, 8 ночей. И поздравляем вас! Скажите, теперь, Вап Варус, какое ваше любимое радио? Лемма! Какая ваша любимая компания, турфирма? По путешествиям. И это были правильные ответы. Вот сейчас бы сплошали бы на последнем этапе, и все, и пришлось бы звонить кому-нибудь еще. Как вас зовут? Елена. А, да, чуть не забыла. Вася, Федя, Елена, ладно, хорошо. Елена, мы вас поздравляем откровенно, искренне. Чтобы забрать свой приз, вы должны либо сегодня, а сегодня, если вы сможете это сделать до 19, а то и фуршетом сможете насладиться, во Фрегат Аэро на Океанском 69, торговый центр галереи, либо в любое удобное время для вас, ну, в рабочее для Фрегат Аэро. Поэтому мы надеемся, что этот приз не заставит долго себя лежать во Фрегат Аэро, вы его заберете, и будете счастливой, обладательницей неповторимых впечатлений. Короче, вспоминайте, где ваш купальник. Ох, спасибо вам большое, как здорово, спасибо. Мы вас поздравляем. Счастья, здоровья, все, мы позвонили. Ну и скажи мне, вот как-то, да, вот прям... Вот как-то жаль, что все закончилось, черт побери, Ольга Геннадьевна, да? Да, я тоже сижу об этом, думаю, что наш первый радиомарафон о путешествиях, он подошел к концу, все подарки, призы разыграны, и я благодарю всех, кто был целый день с нами, и я благодарю всех наших партнеров, это Япония, Тайвань, Южная Корея, Сингапур, наш туристический информационный центр Приморского края и руководство Приморского края. Огромные слова благодарности за эти призы, подарки, и что вот такой проект, мы, честно говоря, очень переживали, боялись, но он случился, он принес нам радость, удовольствие, и просто, а некоторым, просто массу впечатлений. И я благодарю Радио Лема, что вы нас поддержали, были с нами целый день. Огромное спасибо всем. На трибунах становится тише. Друзья, ну, не хочется прощаться, хочется, чтобы такие штуки повторялись. И знаете что, я вот сейчас закончится эфир и буду уговаривать Ольгу делать такие вещи почаще. А я, друзья, вам скажу, что границы условны, а ограничения не вечны. Мечтайте и путешествуйте. Это было невероятное, яркое событие. Яркое событие. Да, друзья, такая онлайн-версия ярмарки путешествий, традиционной для компании Фрегат Айра, и первый эксперимент с таким марафоном счастья, по-другому я его не могу назвать, для Радио Лема. Всем удачи, счастья и большого количества путешествий. Муа! Радио Лема. Все очевидно. 102 и 7 FM. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова